Итак, мы с вами в главе Баалутха. И говорил Бог Смаше, сказав, говори с Аароном и скажи ему, когда ты будешь зажигать минару, то по направлению к середине минары будут светить семь светильников. Буквальное значение Баалутха, когда ты будешь подниматься. И это третья глава книги Бамидбар. И множество тем затрагивает наша глава. Первое это то, что Аарон зажигает семисвешник в храме, минару. Дальше говорится про то, что избирается колено Ливии, и они заменяют первенцев. И особенная глава, удивительная глава, рассказывает про второй песок в истории мира. И написано про то, как еврейский народ передвигался за облаком по пустыне. И сколько бы облако ни стояло, они стояли. Облако отправлялось, сколько бы оно ни было в пути, они шли за ним. Это высший пик еврейского народа. Под знаменами, каждый на своем месте, они передвигаются в пустыне. Но давайте на секунду представим, как это происходило. И вот посредине нашей главы вдруг удивительные строчки. И было, когда отправлялся в путь к ковчег, говорил Муше, «Восстань, Бог, и растеются твои враги, и побегут от твоего лица, ненавидящие тебя». А когда ковчег останавливался, он говорил, «Возвратись, Бог, к множеству тысяч Израилев». И открывает нам устная тара. И вот Шабан выражает три мнения. Первое мнение говорят мудрецы, что эта глава находится не на своем месте. Потому что она с двух сторон окружена перевернутыми буквами «ну». Она должна была находиться после того, как рассказано в главе Мамидбар о расположении станов левитов. Там должно было быть ее место. Если мы отсчитаем 50 глав, ровно там она должна была быть. Говорит Роман Шимон бен Гамлиэль, что она, эта глава, пришла, чтобы разделить между двумя бедами. И в будущем она вернется на свое место. И совершенно удивительную вещь говорит Реби, Раби Иуда Анаси, что эта глава, она отдельная книга Торы. Больше того, делается вывод, что если горит синагога, и горит, не дай Бог, свиток Тор, если остаются там 85 букв, ровно столько, сколько входит в эти две строчки, то спасает его. И совершенно непонятно, так сколько у нас книг Торы? Пять или семь? Все главы, две с половиной главы, это книга Мамидбар, это книга, состоящая из двух строчек и последующие все события. И давайте посмотрим, какие беды. Дальше, после этих двух строчек говорится, что евреи выдвигали претензии к Творцу, потом они потребовали мяса, но что было, какая беда была. Сказано, что отправился еврейский народ от горы Синай. И это происходило 20 января. У горы Синай мы были год. И тогда задается вопрос, по мнению Раби Шимона Бен Гамлиэля, какая беда была перед этими двумя строчками. Сказано, и отправился еврейский народ на три дня пути от горы Синай. И он объясняет, так говорит Тосфот в трактате Шаббат 116 лист, как школьник, который убегает из школы. Евреи бегут от горы Синай, чтобы Творец не дал им новых заповедей. И это беда. И поэтому приходят эти две строчки. Это отдельная книга Торы, чтобы разделить между первой бедой и двумя бедами другими. У горы Синай мы полностью посвятили себя изучению Торы. Никакие влияния не могли на нас ничего оказать. И вот поэтому стоят две перевернутые буквы НУН. НУН это 50. Это значит, что мы не можем достичь этих 50-х ворот познания. И тогда в первой книге говорится про величайший подъем еврейского народа. Он завершается этими праведными людьми, которые говорят, почему мы должны быть хуже. Мы тоже хотим принести пасхальную жертву. После этого идут эти две строчки. И это отдельная книга. И это молитва Моше, чтобы Творец защитил нас. Когда отправляется ковчег, чтобы Творец защитил нас от всех врагов и ненавистников. Они шумят, они будоражат весь мир. Но когда мы идем за ковчегом Завета, и когда он останавливается, и тогда мы получаем великую помощь с неба. И это говорится, первая книга, мы в полной праведности. Третья книга, мы падаем. Мы требуем мяса. Корох выступает и требует себе место первосвященника. Посылаются разведчики, и они говорят дурное про землю. Неужели нету для нас избавления? Даже когда мы отойдем от пути Творца. Даже когда мы будем спотыкаться. Творец с нами. И его шкина отправится с нами в пустыню народов. Мы отправимся в четыре изгнания. Мы будем падать. Нас будет уничтожать в одном месте. Мы будем переходить в другое место. Но надежда наша остается. Мы вернемся. Потому что мы идем за ковчегом Завета Творца. А что там находится? Скрижали Завета. Сама Тура, которую мы получили с горы Синай. Разбитые скрижали и целые скрижали. Это путь еврейского народа на протяжении трех тысяч лет после дарования Торы. И это наш путь. Путь болеть шува. Именно благодаря этой молитве Муше мы можем вернуться. И не только на свою землю. Землю Израиля. Мы можем вернуться к своей книге книг. Кордиус своей души. Это глава Баалутха. Когда будешь подниматься. И это первая книга. Подъем еврейского народа. Третья книга. Это наши падения. Это требования мяса. Это посылание разведчиков. Это бунт Короха. Это падение. Но наша глава называется Баалутха. Когда будешь подниматься. Да, упал Израиль. Но он поднимется. Это сорок лет наших передвижений в пустыне. Это сорок две остановки. И это наш выход из пустыни народов. Как написано у пророка Ихискеля, куда отправил нас Творец. Мы прошли пустыню. А сейчас мы возвращаемся из пустыни народов на нашу землю. К нашему наследию. Внутрь облаков славы. Там, где находится ковчег Завета со скрижалями. С торой, которую мы получили с горы Синай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!